Итак, приветствую, друзья! Всем огромнейший привет! И многие из вас говорят, Макс показывает дома с ремонтом. Мы все равно их не покупаем, но с ремонтом смотреть-то в разы лучше, правильно же? А что там черновые дома? Смотришь там, блин, непонятно что, что же там включить, что сделать. Тем более, у половины там даже нет фантазии, чтобы даже люди... Знаете, у нас проблема, что у нас люди даже перестали фантазировать, перестали мечтать. Они даже не знают, какой бы они сделали ремонт в своем доме, понимаете? И все. Поэтому давайте мы сегодня сделаем немножко по-другому. Я приехал у нас в Дагомес в самом начале и попробуем посмотреть, что же здесь такого интересного есть. Это тот же поселок, тут буквально там 6 домов, они все примерно одинаковые. Здесь мы с вами видим такой вот самогонный аппарат, который называется детство. Ну и само собой, разумеется, вот здесь, если мы будем смотреть, тут даже какие-то насаждения есть. Мелочь, как говорится, но приятная, да, мелочь. И вот так, да, 5 соток. Конечно, не смотрится, что здесь прям 5 соток, но в целом, в целом, более-менее комфортно, более-менее все хорошо. Я вам серьезно говорю. Просто я же много домов видел, поэтому здесь есть также возможность, там, какую-то зону барбекю. Ну, в общем, также парковка автомобиля, да, посмотрите. В целом, давайте мы сейчас обойдем, я вам покажу, вот, прям по периметру. И покажу, что можно прям поставить спокойно 3 автомобиля во двор. Для меня это вот реально важно. Ну и, в принципе, дорога у себя хорошая. Ну, дорога у себя реально комфортная. Домик небольшой, всего лишь 150 квадратов метров. Ну, знаете, как вы любите. Вы же обычно любите, да, там, что-нибудь небольшое, там, вам не надо 300 квадратов метров. Да, кстати, при покупке этого дома автомобиль, это идет в подарок, я вам серьезно говорю. Идет в подарок. Здесь баскетбольное кольцо. Все красиво, все прекрасно, все замечательно. Во всяком случае, здесь, посмотрите, да, нормально можно припарковать свой автомобиль. И еще там 3 автомобиля можно также спокойно разместить. Давайте посмотрим дом. Сразу говорю, я в доме, в доме, как говорится, еще и не был. Ну, а что, бывает такое, да, думаю, почему не был. Ну, так получилось. Не был я в этом доме, но я думаю, сейчас с вами разуемся. Мы же культурные люди, правильно же. Кстати, ремонт классный. Ремонт такой мне нравится. О, вот тебе и помывочная, вот тебе и срачелья. Ой, монитаз, извиняюсь. И вот вам еще здесь все разместилось. Ну, хорошо, блин, однозначно хорошо. Теперь вот здесь мы попадаем с вами кухню-столовую, кухню-гостиную. Ну-ка, давайте-ка мы все подключаем, чтобы было красиво, чтобы было ярко, да, зашторено. Вот примерно такой вид вы всегда будете наблюдать из окна, когда вы покупаете квартиру в Сочи. Потому что даже сейчас, в марте месяце, ну, жарковато. Ну, припекает, я вам серьезно говорю, прям реально припекает. Прям припекнешек, понимаете, прям припекает. Ну, и, в общем, посмотрите, да, вот у нас в целом такая большая кухня. Зона просмотра того же самого зомбоящика. И вот здесь мы тоже видим такое прекрасное большое сооружение. Вот примерно вот так у вас в 90% случаях будет все зашторено. Я вам серьезно говорю. Если кто-то думает, нет, у нас будет все по-другому, да, не будет у вас все по-другому. У вас все будет примерно так, чтобы лишний раз солнечные лучи не попадали, чтобы не нагревалось. Кстати, прикольно, да, сделан потолок. Представляете, да, сделали в стиле лофт. И вот здесь все такие кирпичики, да, в стиле лофт. Ну, как бы ремонт такой вот интересный. Ремонт интересный, ремонт нестандартный. Ну, и, в общем, во всяком случае, ничего такого раздражающего я здесь не увидел. Ну, да ладно. Давайте поднимемся с вами на второй этаж. Кстати, есть перила и с левой стороны, и с правой стороны. Чаще всего это редкость. Чаще всего у нас все через одно место, как говорится. Беги и падай с лестницы кувырком. Ну, и, само собой, давайте посмотрим, что из себя представляет. У нас второй этаж. Вот здесь есть такая зона релакса, где можно посидеть, поглазеть. И рядышком такие же красивые домики. Мелочь, как говорится, но приятно. Здесь у нас медведь тоже идет в подарок. Такая спальня. Вот здесь, кстати, спальня большая. Такая спальня, какая должна быть. Да, большая. Также потолок у нас сделан в стиле лофт. Да, кстати, вот здесь немножко приоткрыть, то уже солнечного света гораздо больше и гораздо интереснее. Так-то, видите, здесь окон-то очень много. Но используется здесь blackout, чтобы было темно, как, я не знаю. Короче, как в министерских озерах чаще всего бывает без света. Ну, и, само собой, здесь у нас такая небольшая гардеробная. Вот она. И вот здесь у нас еще одна спальня, она же детская спальня. Кстати, продают данный дом именно из-за того, что хотят домик себе взять побольше. Хотят эту же локацию, хотят дом себе побольше. Поэтому домик маленький, хороший, но, видите, как бы места стало не хватать. О, ё-моё. Здесь, конечно, тоже классно сделано. Посмотрите, да, и ванная такая, я знаю, сколько она стоит. Также потолок интересно сделан. Ну, и, конечно же, можно, когда ты моешься, показать свои глаза соседям. Пусть завидует, да, серьезно. Пусть, серьезно, да, серьезно, пусть завидует. Ну, а почему нет? Да, почему нет? Ну, видите, на лыжах катается, на доске катается. О, нифига себе, куркули. И еще и можно лежать в этой ванне и смотреть телевизор. Вот, думаю, хотя бы поржать, думаю, только здесь телевизора не хватает. Нифига себе! Конечно, можно лежать и наблюдать, смотреть YouTube-чик Максима Коломейцева. Как он там все нахваливает, нахваливает. Как он себя говорит, я бы это себе купил, я бы это себе купил. И нифига ничего не покупает, потому что просто конченый нищеброд, правильно же? Правильно, вот так. Вот, посмотрите, да, тоже, кстати, хорошо все. Ну, в общем, вот, нормально здесь. Ну, во всяком случае, ничего такого негативного я пока здесь и не увидел. Да, вот сразу у нас видно, аллея парка, даже птички поют. Ну, хорошо все сделано. Да, домик небольшой, 150 квадратных метров, по большому счету, это такая хорошая литерантива у нас чему? Ну, хорошая литерантива у нас в квартире большой, либо таунхаусу. Ну, смотрите, одна спальня большая, соответственно, здесь вторая спальня. Ну, любой из нас бы, если бы делал ремонт, бы сказал, блин, нужна еще одна спальня. И, скорее всего, вот здесь сделали бы еще одну спальню вместо этой ванной комнаты. А вот с этой стороны сделали маленькую, скажем, маленькую запердяшку, где ходили бы в душ и в туалет, понимаете? Ну, вы видите, мы все с вами разные. Вот этот вариант, мне самому нравится планировка. Во всяком случае, я бы распланировал вот точно так же, ну, как бы и никак по-другому. Вот именно так же я распланировал. Но, ребят, давайте не будем забывать, что у нас сейчас, блин, комнат побольше, 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 побольше комнат, побольше. Да, кстати, здесь тоже, видите, здесь можно раздвинуть, здесь тоже раз такой угол, который такой прозрачный, красивый. И здесь даже часть в стене все красиво сделано. На самом деле, если все шторы у нас раздвинуть, то получится вполне даже хорошо. Да, кстати, за счет того, что вот так вот обыграли потолок, ну, реально кажется, что здесь прям потолки сверхвысокие. На самом деле, это иллюзия. На самом деле, если натянуть здесь потолок или натянуть что-нибудь другое, или натянуть кого-нибудь другого, то будет немножко все по-другому. Ремонт интересный. В стиле лофт, кстати, это возьму себе на вооружение. По поводу того, нравится ли мне этот дом или не нравится, ну, не могу я вам сказать. В целом, нормальный дом, по ремонту, в принципе, почти то, что я люблю. Вот, как бы второй этаж однозначно так бы и оставил бы, тут даже и разговоров не может быть. Но, опять же, а если бы у меня было, например, два маленьких ребенка, конечно, показал, ну, я постарался бы, чтобы каждому ребенку было бы у нас отдельно все, да, чтобы было бы все отдельно. По поводу вот такого вот решения, ну, вполне возможно, тоже очень даже хорошо. Хорошо, в каком плане хорошо? Да, в том плане, что... Где улучшение? Вот, в каком плане хорошо? Да, в том плане, что, в принципе... А, здесь везде теплополы есть, а вот оно все, я думаю, что это такое? Здесь надо теплополы включать, потому что сейчас хожу, блин, прохладно, прям реально прям думаю, сейчас заболею, думаю, и умру, и все. И вы останетесь без самого потрясающего и прекрасного блогера, завышенной самооценки. Ну, е-мое. Кстати, даже вот мелочь, да, вот, посмотрите, да, как сплит-система сделана. Ну, красиво, да, так прям все стильно, модно, молодежно. В принципе, так, как и должно быть. Да, кстати, вот, наконец-то мы с вами нашли то место, где у нас находится индивидуальный газовый котел. Ну, что-то, как говорится, здесь пошло не так, ну, переживайте, все здесь сделают, бывает такое. Ну, вот, обеденная зона тоже, которая не бросается, да, вот, в общую зону, тоже вполне себе хорошо. Ну, не знаю, если бы, например, я бы себе делал бы, да, вот, я бы сделал точно наоборот. Я бы вот с этой стороны сделал бы зону кухни, вот именно здесь сделал бы, да, угловую, чтобы кухня не бросалась в глаза. А вот здесь, наоборот, я бы сделал обеденную зону, понимаете? Поэтому, поэтому, исходя из этого, я скажу вам так, это гиблое дело покупать дом с чужим ремонтом. Хотя, если объективно, то здесь плюсов гораздо больше, чем минусов. Вот, кто не хочет заморачиваться с ремонтом, хочет заехать и жить, это ваш вариант. Но кто-то, если хочет, блин, скажет, блин, Макс-то прав, вот, можно было здесь сделать кухню, чтобы она не бросалась. Из кухни был бы переход вот сюда, вот сюда, здесь была бы столовая зона с большим окном, да, 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 с большим окном, вот именно так, понимаешь? Вот, как бы, с одной стороны, Макс-то прав, ну, реально, Макс-то прав, правильно же? Правильно. И здесь, в принципе, довольно-таки неплохо. А смысл так смотреть телевизор? Я бы, наверное, сделал по-другому, я бы, наверное, вот сюда повесил бы телевизор, и вот этот весь диван бы развернул бы, сделал бы немножко по-другому, и телевизор было бы смотреть в разы удобнее, понимаете? Вот отсюда, да, в ту сторону, удобно, удобно было бы. И так по мелочи каждый из вас может придраться. Но я пришел сюда не придраться, я пришел показать вам дом, который недорогой, который дешевый домик, да, действительно дешевый. Этот дом вы можете приобрести всего лишь за 48 миллионов рублей. Да-да, 48. Кстати, рядышком аналогичный дом черновой продается за 35. По поводу того, 10 миллионов стоит ремонт техника и мебель или не стоит? Однозначно стоит. Больше 10 миллионов однозначно стоит. Хотите черновой, обращаемся, я продам черновой дом. Такой же дом черновой стоит 35 миллионов рублей. Такой же дом с ремонтом, с техникой и с мебелью, вот именно этот дом, стоит 48 миллионов рублей. А здесь уже выбор за вами. Да, кстати, вы можете увидеть его в объявлениях. И в объявлении на вид он висит 60 миллионов и так далее. Это я открою маленький секрет. Действительно, его продают за 60 миллионов рублей собственники. Но когда собственники обратились к нам, сказали, помогите продать лыжь. Мы сказали, блин, ребят, мы, конечно, понимаем, уфа, там все, там амбиции высокие, выше крыши. Но ваш дом не стоит 60 миллионов. Говорит, а 50, я говорю, тоже не стоит. А 48? Я говорю, а 48 стоит. Всем добра и пока. Субтитры сделал DimaTorzok